МАНТРА ДВЕНАДЦАТАЯ МАНТРА ДВЕНАДЦАТАЯ МАНТРА ДВЕНАДЦА ТЕ, КТО ПОКЛОНЯЕТСЯ ПОЛУБОГАМ, ПОПАДУТ В ТЕМНЕЙШИЙ ОБЛАСТИ НЕВЕЖЕСТВА, Но еще в большей степени это относится к тем, кто поклоняется имперсональному абсолюту. КОММЕНТАРИЙ ШРИЛЫ БАКТИВИДАНТЫ СВАМИ ПРАПХУПАДЫ Санскритское слово «асамбхути» относится к тем, кто не является независимым. Абсолютная личность Бога есть самбхути, то есть абсолютно независимая. В Бхагавадгите абсолютная личность Бога описывает себя так. Я высшая причина тех сил, которыми обладают полубоги, великие мудрецы и мистики. И поскольку силы, которыми они наделены, ограничены, им очень трудно понять, как с помощью моей внутренней энергии я являюсь в облике человека. Все философы и великие риши, мистики, пытаются отличить абсолют от относительной реальности с помощью своих ничтожных умственных способностей. Однако, таким образом, они не могут пойти дальше отрицания относительности и не в состоянии постичь какой-либо положительный аспект Абсолюта. Определение Абсолюта через отрицание несовершенно. Такие определения через отрицание побуждают человека формировать свою собственную концепцию, и он воображает, что Абсолют должен быть лишен формы и качеств. Но такое отрицание – ничто иное, как относительные формы и качества, взятые со знаком минус, и потому сама эта концепция также относительна. Такая концепция Абсолюта в лучшем случае может привести человека к осознанию безличного излучения Бога, называемого Браманом. Но с ее помощью невозможно подняться на уровень осознания Багавана, личности Бога. Такие спекулятивные мыслители не знают, что Кришна является абсолютной личностью Бога, и что безличный Браман – это ослепительное сияние Его трансцендентного тела, а Параматма – сверхдуша – Его всепроникающее проявление. Не знают они и того, что Кришна имеет вечную форму, исполненную вечного блаженства и знания. Подчиненные полубоги и великие мудрецы ошибочно считают Его одним из могущественных полубогов, а излучение Брамана принимают за абсолютную истину. Но преданные Кришны, которые целиком посвящают Себя служению Ему, могут познать Его как абсолютную личность, источник всего сущего, Такие преданные постоянно с любовью служат Кришне, источнику всего сущего. В Бхагавадгите также говорится, что только сбитые с толку люди, движимые сильным желанием чувственных наслаждений, поклоняются полубогам ради того, чтобы разрешить свои временные проблемы. Желать временного избавления от каких-то затруднений с помощью некоего полубога могут только недалекие люди. Живое существо запуталось в лабиринте материального существования, поэтому, чтобы обрести вечную свободу в духовном мире, исполненном вечного блаженства жизни и знания, оно должно полностью освободиться из материального рабства. В Бхагавадгите говорится, что поклоняющиеся полубогам смогут попасть на планеты этих полубогов, поклоняющиеся Луне на Луну, поклоняющиеся Солнцу на Солнце и так далее. Современные ученые пытаются достичь Луны с помощью ракет, но подобные попытки делались и раньше. Люди с их развитым сознанием по природе склонны к путешествиям в космосе и стремятся достичь других планет с помощью космических кораблей или мистических сил, или поклоняясь полубогам, управляющим той или иной планетой. В Ведических Писаниях сказано, что человек может достичь других планет с помощью любого из этих трех способов. Но самый распространенный из них – поклонение управляющему этой планетой божеству. Однако все планеты материальной Вселенной являются лишь временными местами обитания. Вечные только Вайкундхалоки, находящиеся в духовном небе, и на них господствует сама Личность Бога. В Бхагавадгите это подтверждается в следующих словах. Даже если человек поднимется до высшей планеты Брахмалоки, ему придется возвратиться обратно. «Но тот, кто достигает меня в духовном мире, о сын Кунти, никогда не родится вновь». Шри Иша Панишат указывает, что до тех пор, пока человек парит над материальными планетами, какими бы средствами он для этого не пользовался, он остается в темнейшей области Вселенной. Вселенная покрыта оболочками из гигантских материальных элементов и напоминает кокосовый орех, наполовину заполненный влагой. Это покрытие герметично и потому, чтобы рассеять непроглядную тьму внутри Вселенной необходимые такие планеты, как Солнце и Луна. Снаружи Вселенная окружает безграничное пространство Брахмаджоти, заполненное бесчисленным множеством Вайкундхалок. Высшая и самая большая планета Брахмаджоти – это Кришналока или Галока Вриндавана, где обитает сам Господь Кришна, верховная личность Бога. Господь Шри Кришна никогда не покидает Кришналоку. Он пребывает там всегда со своими вечными спутниками и в то же время присутствует повсюду во всем материальном и духовном космическом проявлении. Это уже объяснялось в четвертой мантре Шри Ишапанишат. Господь, как Солнце, присутствует всюду. Даже если человек будет путешествовать в космосе с самой большой скоростью, Солнце всегда будет в поле его зрения, хотя оно не отклоняется от своей орбиты. Нельзя решить проблемы жизни, отправившись на Луну. Многие религиозные деятели становятся верующими только ради славы или репутации. Такие псевдоверующие не желают покидать эту вселенную и возвращаться в духовный мир. Под видом поклонения Господу они хотят одного – сохранить свой статус-кво в материальном мире. Проповедуя культ атеизма, атеисты и имперсоналисты ведут таких глупых псевдоверующих в темнейшие районы. Атеисты прямо отрицают существование верховной личности Бога, а имперсоналисты поддерживают атеистов, проповедуя поклонения безличному аспекту Верховного Господа. До сих пор мы не нашли в Шри Ишапанишат ни одной мантры, в которой бы отрицалось существование верховной личности Бога. Говорится, что он может бежать быстрее всех. Те, кто стремится на другие планеты, несомненно являются личностями, и если Господь может передвигаться быстрее них, то как же он может считаться безличным? Безличная концепция Верховного Господа является одной из форм невежества, причина которого кроется в несовершенном понимании абсолютной истины. Верховного Господа Невежественные религиозные деятели, изобретатели так называемых воплощений, откровенно нарушающие указания ведических писаний, вводят в заблуждение своих последователей и потому им уготованы темнейшие районы Вселенной. Обычно эти имперсоналисты объявляют себя воплощениями Бога перед глупцами, не имеющими понятия о ведической мудрости. И если такие глупые люди обладают какими-то знаниями, то в их руках они опаснее, чем невежество. Такие имперсоналисты даже не проводят обряды поклонения полубогам, рекомендуемые в писаниях. Писание рекомендует в определенных обстоятельствах поклоняться полубогам, но в то же время в них говорится, что на самом деле в этом нет необходимости. В Бхагавадгите недвусмысленно сказано, что плоды поклонения полубогам приходящие. Весь мир не вечен, следовательно, все достигнутое во тьме материального мира тоже бренно. Проблема в том, как обрести истинную вечную жизнь. Господь утверждает, что тот, кто достигает его с помощью преданного служения, единственного пути, ведущего к личности Бога, сразу же и навсегда избавляется от оков рождения и смерти. Иначе говоря, освобождение из тисков материи целиком основано на знании и отрешенности. У псевдорелигиозных деятелей нет ни знания, ни отрешенности от материальной деятельности. Большинство из них хочет жить в золотых цепях материального рабства, прикрываясь альтруистической и филантропической деятельностью и называя это соблюдением принципов религии. Демонстрируя фальшивые религиозные чувства, они заняты показным преданным служением и в то же время совершают различные аморальные поступки. При этом они считаются духовными учителями и ревнителями веры. Такие нарушители религиозных принципов не признают авторитет очарьев, святых учителей в цепи ученической преемственности. Вводя людей в заблуждение, они провозглашают себя так называемыми очарьями, хотя сами даже не следуют принципам очарьев. Эти негодяи самые опасные элементы в человеческом обществе и из-за отсутствия религиозного правительства им не грозит наказание со стороны государства. Однако им не удастся обойти закон Всевышнего, который провозглашает в Бхагавадгите, что завистливые демоны в облике религиозных проповедников будут брошены в темнейшие районы ада. В Шри-Иши-Панишат подтверждается, что завершив свою деятельность в роли духовных учителей, которые они занимаются только ради чувственного удовлетворения, эти так называемые духовные лидеры попадают в самые отвратительные области Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok